После реконструкции в холме открыто одно из крупнейших воинских захоронений Новгородской области. Участие в церемонии принял глава региона Андрей Никитин. Так начался его рабочий визит в самый южный Новгородский район. Репортаж Арины Аксеновой. Самое первое воинское захоронение появилось на этом месте еще в августе 41-го. А в 2020-м завершились работы по созданию мемориала. 62 мраморные плиты с именами почти 3000 солдат и офицеров. Реализовать этот проект получилось благодаря региональной программе по созданию и восстановлению воинских захоронений. Появился проект благодаря поддержке президента. И теперь есть возможность достойно увековечить память тех, кто отдал свои жизни за новгородскую землю. В торжественном открытии обновленного мемориала приняли участие волонтеры и члены поисковых отрядов. Здесь 3500 солдат. Это, по сути, еще один город Холм. Огромное спасибо всем тем, кто на протяжении десятилетий устанавливал имена, находил этих солдат. После церемонии открытия и возложения цветов глава региона направился в Холмский центр дополнительного образования. Но путь туда лежит по мосту через Ловоть. Еще недавно он представлял серьезную угрозу безопасности холмячей. А сегодня его не узнать. Дырки были, перилы все были сломанные, там, где на проволоках висели, освещения никакого не было. Ну вот, с помощью. Да, ну смотри, какие светильники. Сейчас идут работы по укреплению берега. Закончить планируют до конца октября. А на другом берегу Ловоть и ремонт уже завершен. В этом здании под одной крышей разместились сразу три детских учреждения. В школе искусств пять отделений. Дети занимаются здесь музыкой, хореографией. Есть даже театральная студия. Этажом ниже классы дзюдо, шахматный кружок, спортивный зал и класс робототехники. А по соседству дом народного творчества. У нас ведется работа по трем направлениям. Еще это рукоделие, художественная керамика и художественная резьба по дереву. Также у нас ведется кружковая работа. У нас восемь кружков. И, конечно, выставки. Вот, например, музей музыкальных инструментов. И, конечно, главная гордость холма – собственный бренд. Фарфоровые куклы «Холметяночка» и «Ловотяночка» в роскошных костюмах, которые мастерицы шьют прямо здесь. «Холметяночка» и «Ловотяночка», но уже воплоти, встретили губернаторы в городском парке. В этом году здесь обновили тротуары, скамейки и светильники. В общем, все готово и для отдыха жителей, и для приема гостей. Даже музыка. Песенка моя величайная, как споем возвеличив, мы гостей замечательны. Из Холмского района Арина Аксенова, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение.